итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы продолжаем проходить need for speed 4 high stakes на 1 playstation ну что же в прошлой серии мы с вами башечку бумера качнули и прошли удачно чемпионат на ней и я вам там сказал что в этой серии мы корвет прикупим продадим на разы 3 но я что-то опять вспомнил про специальные заезды зачем нам что-то продавать когда мы на той же самой бэхи с вами сейчас возьмем и проедем вот этот вот международный тур гонок как раз заработаем деньжат надеюсь по крайней мере что все будет нормально и здесь видите вот авто требуемое любой так что возьмем башку эту и пускай потрудится еще на нас вот и как раз надеюсь доберем денег до корвета так серия несанкционированных рейсов на открытой дороге дает возможность рейсерам бросать вызовы требуется любое в то ну что же в бой так отдаем кровные 5 косарей так здесь у нас ландш трасса вперед смотрите-ка никак совсем без каких-либо заковырок просто прямо интересно так вот она наша башечка насколько я помню у нас куплена первая стадия до больше моего качать не будем там вроде бы не было сказано что нужно полностью прокачать машину когда это было за 3 поэтому поехали как есть говорится погнали как обычно бежон за рулем все нормально фары включены аварийка работает ну что же что-то у вас там многое чё за замес мать оу смотрите-ка походу встречное движение о котором я говорил ё-моё вот точно есть тут в специальных заездах значит отлично да и здесь всего 4 видите соперника у нас но видать угоду трафику две машины соперников порезали может они просто поубивались кузьма все-таки загремел в больницу да не шучу конечно действительно здесь да вот он трафик долгожданный который мы так обсуждали протяжении не прошлые серии так что да я все таки думал что здесь есть он даже в чемпионатах и действительно так оно есть да ну тогда это конечно отдельно еще сложность тут сейчас будет лавировать и выловировать прям вот смотрите-ка беспредельщики они тоже это сшибают знаки вы чё ребята чё за неадекваты ездят вообще какой-то семейный седан там был там какой-нибудь папочка за рулем у тебя там детишки блин наверное а ты гоняешься и как они тормозят причем я не был на встречке блин вообще неадекваты вы блин похуже тех против кого я сражаюсь даже ребятушки оу вот это да черт главное тут не впендюрится сейчас так иди-ка ты кто ты там не был а из монетку шмар впереди он жгет жгет резину ох ёшкиндрым тоже на башки кузьма ауааааа вообще вы гляньте он в пендюрился по моему а я первый что я думал она гусьма же у нас ура я первый и смотрите 5 секунд отрыва но блин тут стоит разок в пендюрица сейчас конечно лучше правило немножко соблюдать хотя бы ехать по своей стороне потому что но будет скорость до принятия время до принятия решения чуть побольше все таки они с нами в одну сторону еду-то встречки это вообще капец неадекваты чертова есть прямо не вздумай свернуть вову чудо нам пи бикаешь я по своей стороне еду ох его мое оу извини мужик но мне не нравится квадратные кирпичи на дороге короче гляньте на мою машину ё-моё это настоящий спорткар у вас квадраты какие-то да и к слову опять же о графике конечно на персоналке все это лучше было нарисовано и встречный трафик он там здесь вот заметно что графончик конечно у них уже ну реально кирпичи такие на трассе едут вот но хоть там был графон лучше но это единственное общем чем было лучше пися версия в остальном она проигрывала не знаю по дизайну там вау 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 нехорошо очень нехорошо так подставился так 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 меня кто-то настигает ягуар ты не вздумай меня подрезать парень черт у меня перед сам финишем обошел вот это да я думал он вжарился в колонну опять узят или это нет это егор ух да сложно сложно вы гляньте как я бмв ху разбил просто жесть хватило бы сейчас денег то на починку тут уже не до их лучше круг опять смотрите у них круче хватило бы денег на починку сильное конечно с такими косяками еще и в топ попал уровень на восьмое место ладно мы тут он на втором есть непревзойденная z3 о пять с половиной на 2 200 ну ладно ладно хорошо так киндиак парк просто направление назад блин меня радует что здесь нету всяких отзеркаленных направлений в самое такое поганая прошивая это отзеркаленная мозг аж взрывается но нам пока везет здесь уже четыре трассы ну это нормально как раз и бабосиков побольше поднимем починили мне бэшечку правильно за кровные то чтобы не починить а мы же спала сейчас стартуем хорошо так не забыть что у нас тут сейчас тоже будут автолюбители на трассе так но это наша любимая дорога на владивосток полина там вы бы знали какая у нас сейчас дорога на владивосток ты не адекватов тоже хватает пошел вон оху оху это нифига это 500 какой там у нас 513 на владик ездит автобус дали круто еще 7 вот в автобусе в пиндюрица а пикап а этот со владико видимо идет автобус на партизанск тоже его шкивает он видите как дождь видимо прошел и ё-моё это на усу риск наверно автобусы желтый привет трэш паровоз ох ё-моё пикапы тут что-то движняк такой прямо посерьезней я но все-таки федеральная трасса конечно востоцкая я смотрю так по асфальту и починили вы бы ее видели его электричка пошла товарняк после вот этих дождей супер-супер тайфуна этого какая дорога была тут мы по мосту проехали нормально смытый эх была бы такая дорога вот везде и всегда да что у вас тут происходит мать вашу дорогу по выпускали сумасшедших по моему я наоборот час пути я еду там под 200 километров в час и один из самых адекватных участников движения смотрите чем ей 30 километров в час и жмет на ручник у него аж резина горит шмар какой-то местный судя по всему автобус я радует что мы ох как сократил то вставание идущие на втором месте так что тут еще творится то вы гляньте он а я думал там бесчинство творятся там видимо этого эвакуатор был пытался машину в кузов себе загрузить правильно надо убирать неадекватов с дороги так вот а вот он мост через реку тигровая блин вообще четко четко конечно вот эти вот пейзажи места а я уж хотел сказать что у бэйхи опять из строя вышел приемник автомагнитола или кассету может быть заживало но нет все в порядке снова с музыкой там сплошная ты урод а ты автобус на обгон берешь меня кто-то догнал да ё-моё и пикап тут как тут вот неадекваты а вообще это не входило в мои планы кошмар так и что не пойму почему я 2 меня же двое обогнали я чё-то нифига не пойму что происходит кто не понимает что происходит сейчас на трассе меня обогнали двое я 2 так блин 4 гонки 2 и 2 из них уже на втором месте очень плохо а сейчас гриша победил так чушь там по очкам то творится так нуку надо давайте давайте покажите мне а а я уже видимо совсем гоню так я первый 14 очков первую гонку мы выиграли ё-моё ох чё-то у меня совсем уже не то с головой так ладно продолжаем до движняк такой сумасшедший у меня чё-то вообще прям все в голове смешалось как каша я на этих скачках на этих прыжках на воротах от трафика я головой постоянно бился то об крышу своего бмв это об стекло а лобовое так а ну да мы с первого места стартуем потому что видимо в чемпионате лидируем я думал здесь по итогам как бы предыдущей гонке монет по зачету в чемпионате как идем так хорошо что гриша тут как какой-то появился полин да ну нафиг обалдеть блин это какая-то вообще там была хлебовозка или что это черная то выжил ладно глаз подбился но вот хлебовозка я не знаю она опасно она на деревню хлеб везла сейчас кто-то малые дети не получат хлеба и молока такси да ёла палы а ухты в видали еще и в коробочку берут вообще все сумасшедшие здесь так это дима вообще какой-то регион это где-то судя по всему возле находки судя потому что здесь вообще все что творится куча неадекватов так блин у меня машина уже искрит подвеска сломана гляньте так предприимчивые тут гляньте как он профессионально меня подрезал тошнадо просто и по всему это бывший мент за рулем был он знает такой прием как так буква т блин так вот городе надо быть особенно аккуратным здесь очень узкие дороги так отрыв от первого 15 секунд кошмар так у нас последний круг остался но вот как это ой как хорошо а что я его так поддел извини конечно мужик я уже сам заколебался кульбиты делать да да машина уже подбита уже так не разгоняется и когда поворачивает конечно проседает искрит не могу я так уворачиваться уже прытка от них о кузьма ты вообще сотрудник предпоследний что-то тебя тоже да подбили подбили ой как хорошо у меня машина судя по всему подсела и теперь я их просто поддеваю ой 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 как не жалко бы сейчас вот сейчас наверное будет первая гонка когда я заработаю меньше денег чем потрачу на ремонт ну вообще уже все машина не едет кузьма судя по всему тоже достаточно сильно побился потому что он даже оторваться от меня не может но вот остальные ребята уехали далеко вперед так опять сейчас в коробочку да ё-моё мы с тобой на двух бэхах и просто позорим немецкий автопром сейчас давай помогать друг другу ты там раз распихивая их пугай сигнал жми резко подбирайся сзади блин уже город тихо вот это да кузьма предложил сотрудничество не хочешь судя по всему это был отказ от сотрудничества так совсем все плохо кузьму конечно нельзя пропускать но мы пропустили вообще четвертый а а ой как это позорно звучит и place last блин опять гриша победил так часто он точно выйдет в лидеры конечно здесь гриша смотрите руль в трафике как он проныра так два очка ну два очка конечно это о точно ремонта больше 7 6 3 600 а получили всего трешку еще и в минус ушли плохо два очка это не то чтобы не отыгрывая ему надо очень следить за гришей но у нас тут и егор в одном очке плохо плохо надо чтобы кузьма поднажал что-то он не может в трафике ехать так и вот у нас дюрхам рот назад да надо собраться надо собраться с духом и выиграть а то так мы и на кровет не насобираем мы же пятеру еще отдали за за вход в этот чемпионат и не можем что-то выиграть плохо так вот мы и на второе место сместились даже на старте так впереди гриша надо запомнить его видите здесь имена плохо так отражаются арии орется какой-то он по всему грех что ли да с трафиком конечно гораздо сложнее нет ну вот что происходит а так это егор надо не пропускать надо блин отыгрывать позиции так а почему они едут странно здесь левостороннее движение что ты пипикаешь а скорость в милях ну да это мы в англии значит я не думаю что это япония ой блин надо привыкнуть что надо ехать по левой стороне да куда ты меняешь то так поворотник не включил и резко подрезает не абсолютные неадекваты так я даже понять не могу где соперника где эти потому что они тоже в любом правильном и неправильном месте пользуются ручником подрезают ах вот это было близко сейчас ушел просто от столкновения так хорошо так это греша тут я это опасно опасно ладно главное не впиндюрились во встречку все как вы любите все на волоске все решается последние минуты секунды как прям в боевиках каких-нибудь здесь двойная сплошная ну ладно копов то нету все копы смотрят может быть сериал какой-нибудь улицы разбитых фонарей 18 а вдвоем 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 это вообще опасно предсказуемые ребята я говорю здесь гораздо опаснее это гражданский автопром в разы неадекватнее чем те якобы ой сумасшедший против которых мы тут сражаемся стритрейсеры стритрейсеры так вот здесь надо аккуратненько между колонн тихо куда ты там лучше ничего не делать едь как как ехал зачем какие-то маневры предпринимать я сам увернусь у меня черт возьми спортивная машина прокачанная я знаю что делать но никогда ты с ума скажешь сам о ну все есть все таки первое место наше ну видите как все очень было неоднозначно ого вы гляньте у них круги 1 50 смогли а да еще с трафиком ладно это неважно главное что кто первый и кто берет бабки так вот на первых двух местах я уже так смотрим до 25 очков ухты поровну в гляньте к это но меня на первое место поставили хорошо так а за чемпионат дадите еще да еще 15 отлично да да мужик этот голос мужичка конечно крутой так держать вы завоевали золотой кубок в гонках международного тура open road а вот он и есть open road на открытых дорогах да так ну что же давайте сохранимся на мой взгляд гонки получились очень напряженными и прям все было на волоске до последнего ничего не ясно ничего не понятно а конечно водители массовка придала некой пикантности такой нашей борьбе так что но мы смогли одержать вверх в этой непростой ситуации ну и в следующей серии теперь уже точно мы поедем в турнир в турнир где мы возьмем себе корвет шевролет корвет любимый мой корвет любимая моя тачка ну ладно это будет в следующей серии а сейчас давайте прощаться я надеюсь что вам понравилось так же как и мне надеюсь что вы поставите лайк прокомментируете подпишитесь на канал на группу вконтакте ну а с вами был как всегда скудер всем пока пока и увидимся в следующих сериях а я пошел смотреть тренировку перед гран-при Сингапура субтитры